А в эти дни в столице республики проходит 18-я Азиатская Олимпиада по физике. В соревновании принимают участие школьники из Гонконга, Израиля, Индии, Сингапура, Таиланда, России и других стран. В состав национальной команды вошли сразу три учащихся из Якутии. Кто же они? Ответит на этот вопрос нам Виталий Шевченко, заместитель председателя Оргкомитета Азиатской Олимпиады по физике. Доброе утро, Виталий. Итак, кто же эти счастливцы, самые умные наши физики, вот из Якутии, кто эти ребята? Это учащиеся Республиканского лицея-интерната и специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. Это Сивцев Игорь, Торохов Тимофей и Решетников Виктор. Ну, насколько мы знаем, что Россию представляет всего восемь, да, учащихся, и три из них вот наши ребята, да. А вот остальные вот пять откуда вот приедут? Приехали. Остальные ребята из Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Коми. Ну, а сегодня в культурном центре Сереглядские огни состоится торжественное открытие Азиатской Олимпиады. А сколько всего зарегистрировано участников? Всего участников зарегистрировано 170, они представляют 23 страны и регионы. А какого возраста юные физики? Может быть, есть какой-то минимальный возраст и максимальный? Минимального возраста нет. Максимальный возраст участников 20 лет. 20 лет. 20 лет. Но при этом они должны учиться в школе. Студенты вузов не могут принимать участие в Олимпиаде. А в каких странах вот 20-летние учатся в школе? В России у нас 11-летнее образование, вот, а, например, в Швейцарии 12-летние, там, соответственно, школьники 19-летние. И это честно? Получается, что они не со сверстниками борются, а с ребенком, который старше, на 2-3 года? Они, как правило, знают одну и ту же школьную программу, и поэтому получается соревнование честное. А какие задания предлагаются ребятам? Устно, письменно? Вот как они будут все делать? Олимпиада проходит в два тура, теоретически и экспериментальные. Задания, как правило, очень сложные и соответствуют текущим научным направлениям, которые развиваются в данной стране или в мире в целом. Ну, сегодня стартует, да, вот, Олимпиада, сколько дней она будет длиться, и вот сколько по времени займет, вот, в течение дня, вот, они будут справляться со своими задачами? Час, два, больше? Олимпиада будет проходить в течение недели, а у школьников будет два тура, теоретически и экспериментальный, каждый будет длиться по 5 часов. О, бедный, 5 часов, да? Мы знаем, что этот тур дает право победителям принять участие в Международной Олимпиаде по физике. Когда и где она будет проходить? Это действительно так, Олимпиада пройдет в этом году в Индонезии в середине июля. Туда мы отберем 5 участников. То есть победителей, да, получается? 5 победителей Олимпиады. А вот те ребята, которые участвуют в Азиатской Олимпиаде по физике, да, и участвуют, и побеждают, они могут потом поступить в желаемый вуз без экзаменов? Как правило, да. Это позволяет поступить им в желаемый вуз по специальности. А, ну, наши, вот имеется, тут речь идет о россиянах, да? А вот Россия в Азиатской Олимпиаде, насколько мы знаем, да, участвует с 2011 года. Где проходила Олимпиада в прошлом году? Олимпиада проходила в Гонконге. И как в Гонконге выступили наши ребята? В Гонконге российская сборная получила 2 золотых медали, 3 серебряных и 3 бронзовых. Ага, ну, вы, поскольку являетесь организатором этой Олимпиады, наверняка уже для себя как-то сделали вывод, да? Кто все-таки вот силен-то в физике? Какая страна? Страны Тихоокеанского региона, как правило, самые сильные. Их результаты наивысшие на самой Международной Олимпиаде. Поэтому мы считаем, что Азиатская Олимпиада – это соревнование самых сильных сборных планеты в более узком кругу. А вот такой вопрос. Вы сказали, что 2 золотые получили, да, наши ребята? Это означает, что есть какие-то все-таки наделения по секциям, по времени, номинации? На предметных Олимпиадах есть особые формулы расчета по количеству медалей, которые должны быть выданы. Первые 10% получают золотую медаль, следующие 15% получают серебряную медаль и следующие бронзовую медаль. Я хочу вернуться к вопросу о возрасте. Вот наши три школьника, да, это мальчики, девочки, сколько им лет? Им по 17. По 17, то есть это наш класс, 11 класс? 11 класс, да, это выпускной класс. Ага, ну мы будем болеть за наших ребят, которые принимают участие в эти дни в Азиатской Олимпиаде по физике. Держим за вас полочки. Физика не простой предмет, честно сказать, мне он не сильно поддавался, Ларина, как тебе было? Нет, была троечка. Огромное спасибо, Виталий, за участие в нашей утренней программе. Ну, я еще раз повторю, что за наших ребят мы будем болеть. И хочу напомнить, что проведение этой Олимпиады по физике станет подготовительным этапом к первым международным играм «Юность Азии», которые пройдут в следующем году, в 2018-м. Так что готовьтесь, готовься, Якутия!